Наверное, многие из нас обратили внимание, что современные врачи рецепты выписывают латинским языком. Говорит ли это о том, что все современные врачи латиняне или итальянцы? Естественно нет, в современной научной медицинской среде принято писать латинским языком. Приведем второй пример, в современной научной среде принято писать работы на английском языке. Так делают и европейские, и индийские, и другие продвинутые ученые. Говорит ли это о том, что они все англичане? Логичный ответ нет. Было время в нашей истории, когда в тюркских империях ученые писали на персидском языке арабской письменностью. Делалось это для того, чтобы их трактаты были понятны широкому кругу мусульманского востока. Причем самим этим мусульманским востоком тотально правили тюркские империи. На персидском, кроме тюркского писал Алишер Наваи, персидские стихи слагал казахский хантаукель, но это не делает их персами или таджиками. В эпоху владычества тюркских мусульманских империй языком науки и поэзии сами тюрки избрали арабские и персидские языки. За этот странный выбор потом поплатились их потомки. Начиная с 19 века европейская пропаганда основываясь только на языке писания и графике всех ученых востока записала либо в персов, либо в арабов. Таким нехитрым поступком европоцентристы лишили тюркское наследие научной культуры. Если вы все вышесказанное не поняли, приведу еще один пример. Перед вами страница из русской википедии, отца основателя советской физики. В ней Абрам Федорович Иофе назван ни много ни мало, русский и советский физик. И никто не протестует. То есть человека имеющего чисто еврейские этнические корни русскоязычная пропаганда записывает как русского и советского физика. И вроде бы вы тоже встанете на сторону русской википедии, мол Абрам Иофе ведь жил в Российской империи и Советском Союзе, поэтому так и был назван. Таких примеров будет множество, когда ученый не являясь этническим русским, немцем или англичанином записывается российским, английским, американским, германским ученым. То есть мы понимаем, что ученый определяется не по этническому признаку, а по стране, в которой он жил. Если исключить двойные стандарты российской и европейской пропаганды, то вы будете шокированы тем, что абсолютное большинство так называемых персидских, арабских, восточных, мусульманских ученых на самом деле были учеными тюркских империй. Дайте мне несколько минут, и я переверну ваш сформированный на советской пропаганде мир и докажу, что ученые тюркских империй внесли огромный вклад в общечеловеческое научное развитие. Друзья, поделитесь видео, подпишитесь на канал в ютубе, телеграмме и инстаграмме, поддержите канал. История это национальная идеология и если мы ею не займемся, если за нас нашу историю будет писать недоброжелатель наш тюркский народ не выживет. Не пройдите мимо, ведь ни государство, ни олигархи канал не поддерживают. Автор является таким же человеком, как и вы, который днем работает так же, как и многие люди, а вечерами, когда уже все люди отдыхают, читает книги. Те из нас, кто закончил советскую школу, помнят, как на уроках математики, физики, химии учителя часто говорили о таких ученых, как Софья Ковалевская, Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев, Альберт Эйнштейн, Макс Планк, Исаак Ньютон, Пифагор. Обратили ли вы внимание, что представители ученого мира в советской школе были только европейцами? У детей в советских и российских школах умышленно складывают впечатление, будто всю мировую науку во все времена продвигали только представители европейских народов. В порядке исключения. На уроках литературы могут сказать что-то о неком Амар Хаяме, который якобы был персидским поэтом. Перед вами две книги советских историков математики. Первая – труды математиков и астрономов мусульманского средневековья 1983 года. Вторая – математика до эпохи Возрождения 1961 года. Авторы-историки и доктора физико-математических наук Галина Матвеевская, Борис Розенфельд, Адольф Юшкевич. Чтобы не усложнять понимание темы, мы не будем останавливаться на сложных формулах, интегральных и дифференциальных вычислениях, доказательствах и тригонометрии, которыми заполнены эти книги. Я вам приведу из этих книг самое необходимое, для того чтобы зритель понял какое участие приняли математики тюркских государств в развитии математики. Математики средневекового Востока значительно обогатили понятие о числе. Алгебраические алгоритмы привели их к введению отрицательных чисел, рост приближенных вычислений, к развитию идеи рационального числа и общей теории отношений. Крупным достижением математиков средневекового Востока было открытие десятичных дробей. Впервые к этим дробям пришли в Китай, где их появление было связано с развитием десятичной системы мер, однако десятичные дроби, не связанные с именованными числами, мы встречаем в арабских странах Уалюк-Ледиси, Аль-Багдади. Уверенно пользовался десятичными дробями Аль-Каши под некоторым влиянием математики Китая, хотя он и говорил, что ввел их самостоятельно по аналогии с шестидесятиричными дробями. Первое известное нам описание общего способа извлечения корней из целых чисел содержится в сборнике по арифметике от Туси. Как указывал в математике XIII века Самовал в своем алгебраическом трактате, формулой бинома владел уже в начале XI века Аль-Караджи. В книге алгебры и Аль-Мухабала младшего современника Аль-Харизми Ибн-Турка дается другой вариант геометрических доказательств правил решения квадратных уравнений и несколько более полный анализ этих правил. Впервые о бесконечном ряде алгебраических степеней говорит Аль-Караджи. Индийцы не внесли чего-либо существенного в учение об уравнениях третьей степени. Зато весьма велики были в этой области достижения ученых Ближнего и Среднего Востока. Обратите внимание, как советские историки-математики обходят стороной названия тюркских государств, просто туманно их называя Ближним и Средним Востоком. Здесь кубические уравнения получили широкое применение в различных вопросах геометрии, тригонометрии, астрономии, оптики, причем развитие получили как числовые приемы, так и геометрическая теория кубических уравнений. В результате алгебра выделяется в самостоятельную математическую дисциплину. По оценке Ганкеля метод Аль-Каши не уступает по тонкости и изяществу всем открытым на Западе после Виета методом приближения. Здесь необходимо пояснить, что Франсуа Виет был младше Аль-Каши на 160 лет. Идея использовать свойства непрерывных величин для обоснования теоремы А4 пропорциональной является большой заслугой Амар-Хаяма. С основанной Ат-Туси астрономической обсерваторией в Мараге была тесно связана обсерватория в Ханбалыке при дворе Хана Хубилая, двоюродного брата Эль-Хана Хулагу, при дворе которого работал Ат-Туси. Ханбалыкская обсерватория возглавлялась Гошоу Цезином и для ее построения были привлечены специалисты из Мараги. Под несомненным влиянием Ат-Туси Гошоу Цезин впервые в Китае занимался тригонометрией. Как видите по этой странице, математики Тюркской империи Хулагу научили математиков Тюркской империи Хубилая пользоваться тригонометрией. То есть в Китае понятие синусов-косинусов принесли тюркские ученые. Наиболее точные тригонометрические таблицы на средневековом Востоке содержатся в знаменитом Зидже Улукбека, составленном под руководством Улукбека, внука Тимура в Самарканде 15 века. Мы упоминали, что с помощью Прог такое уравнение в случае правильного девятиугольника решила Альберуни, прием которого нам неизвестен. Оригинальный и террациональный метод, сочетающий простоту и быструю сходимость, предложил Алькаши, сочинение его трактат о Хорде и Синусе. Алькаши предпочел решать уравнение своим приемом, в данном случае последний ведет к цели гораздо быстрее и легче, не требуя, в частности, довольно сложного подбора целой части корней вспомогательных полных кубических уравнений, проявляющихся в методе Руфини Горнера. Математика стран ислама плодотворно воздействовала на развитие европейской науки и обогащала ее как собственными открытиями, так и открытиями, которые перешли в арабскую культуру от греков, индийцев, сирийцев, вавилонян. Ученые средневековые Европы могли поэтому начинать строить на прочном фундаменте и не повторять заново весь пройденный их предшественниками путь. Европейские математики тем легче и тем полнее воспринимали и развивали труды ученых стран ислама, что на первых порах перед ними стояли те же задачи, что перед последними. Завоевание Чингисхана привели в XIII веке к усилению связи между Китаем и Средней Азией. Китайские ученые направляются в обсерватории арабских стран, в Пекине, Ханбалык, работают специалисты из Средней Азии. Эти контакты оказали взаимное влияние на прогресс астрономии и математики. Обратите внимание, как советские историки избегают названий тюркских государств, в которых жили и творили математики, называя этих ученых либо восточными, либо среднеазиатскими, либо арабскими. Все это делалось для того, чтобы у советского читателя не возникло мысли об учености тюркских государств. А теперь приготовьтесь, я вам покажу политику двойных стандартов русской и европейской пропаганды, из-за которой наше тюркское наследие было превращено в диких варваров. Слева человек, который уже вам известен. Абрам Иофе русский и советский физик, еврейского происхождения. Причем то, что он еврей в некоторых российских энциклопедиях могут вообще не писать. Справа математик 11 века Аль-Караджи. Русская и европейская пропаганда записывает его в персидского математика. Не было такого государства, как Персия в 11 веке, вас хотят одурачить. Аль-Караджи – математик тюркской империи газневидов. Мало того, само имя Караджи имеет явно тюркское происхождение. Если вам это непонятно, еще один пример. Слева всем нам известный физик Альберт Эйнштейн. Как видно из статьи, это физик таких стран, как Германия, Швейцария и США. Нигде не указано, что это еврейский физик. То есть, еще раз подчеркиваю, ученый определяется по стране происхождения. Перед вами ярчайшее проявление политики двойных стандартов. Амар Хайям в русской и европейской пропаганде, назван персидским математиком и поэтом. Это ложь, так как не было такого государства в 11 и 12 веках, как Персия. Амар Хайям математик и астроном тюркской империи Сельджуков. Так пишется лживая пропаганда против тюркской истории. Практически все упомянутые математики в этом ролике жили и творили в тюркских государствах. Отняв ученых и научные достижения тюркских государств, европейская пропаганда добилась, чтобы нас назвали дикими варварами. Другой вопрос, согласны ли вы сами с этим и готовы ли вы мириться с двойными стандартами. Идеология страшная вещь. Если мы здесь отступим, там отступим, то придет время и казахи, узбеки, азербайджанцы будут вынуждены исчезнуть как исчезли чуваши. За свою историю своих героев, своих ученых и исторические государства необходимо бороться. Автор канала многократно водил правки о том, что Амар Хайям сельджукский математик, а Альберуний газневицкий географ. Но Википедия, особенно русская на подобных страницах буквально оккупирована администраторами ненавидящими тюркские народы. Они ненавидят исторические тюркские государства, тюркскую историю и народы. Когда доходит дело до решения какую правку принять, то решает правило большинства. Нет других тюркских блогеров, которые могли бы поддержать. Необходимо бороться с политикой двойных стандартов и если в русской Википедии этнический поляк Константин Циолковский назван русским и советским ученым, то и Амар Хайям должен быть назван по стране происхождения, сельджукским математиком, а не персидским, арабским, восточным. Необходимо избавляться от европейских клише на ученых тюркских империй. Необходимо в современных тюркских государствах ставить памятники ученым тюркских империй, не оглядываясь на то, что будут говорить халхи, персы, русские или арабы. Историей должны увлекаться все более новые и молодые люди, ведь эстафету знаний должна подхватить молодая кровь. Рано или поздно зайдя с утра в очередной раз на канал вы не найдете нового видео, не выйдет оно и через три дня и через неделю, ни один человек не живет вечно. Молодые должны вовлекаться в прославление нашей тюркской истории, а не сидеть на диванах в ожидании, что кто-то это сделает за них. Поддержите канал ведь один в поле не воин. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok